Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Smart Life. В этом видео мы рассмотрим смартфон Xiaomi Mi 9 SE, который привлекает свое внимание в первую очередь небольшими габаритами. Наконец-то выпустили компактный смартфон на топовом железе. Тут у нас установлен новый процессор Snapdragon 712. Также аппарат привлекает свое внимание наличие модуля NFC, AMOLED дисплеем и тройной связкой камер. Делая этот обзор, я решил сопоставить смартфоном MISU 16TH, потому как он у меня был в наличии. Жалко, что не было 16X, но ничего. На 16X и 16X стоят такие же модули камеры, такой же дисплей. То есть, по сути, смартфоны очень схожи. Там разница практически только в процессоре, ну как бы в стереозвуке. В общем, давайте изучать данный аппарат и выяснять все его достоинства и недостатки. Как и всегда, все необходимые ссылки, где вы можете привести, вы можете его размещены внизу в описании. А мы начнем с комплектации. Вместе со смартфоном в коробке вы найдете блок зарядного устройства, поддерживающий быструю зарядку 12,5 А, кабель USB Type-C, переходник с Type-C на 3,5 мл джек, скрепку, силиконовый чехол и различную мануальную инструкцию. Смартфон продается в трех вариациях цвета. Классический черном, пурпурно-розовом и сине-фиолетовым, как в моем случае. Диагональ его составляет 5,97 дюймов при соотношении сторон 19,5-9 и Full HD плюс разрешений. 2,5D технология применена, олеофобное покрытие само собой есть. И, кстати, стекло у нас здесь ударопрочное, Gorilla Glass 5-го поколения. В верхней части видим эстетичную капельку и разговорный динамик. Нижний подбородок тоже очень компактный, а вот индикатор событий, к сожалению, тут у нас не завезли, и это меня расстроило. На верхней грани видим икопорт для управления бытовой техникой, отверстие для дополнительного микрофона громкой связи либо шумоподавления. С правой стороны кнопка управления громкостью и питанием металлические не болтаются. С левой стороны лоток под две наносим карты, и микро-SD карточку сюда, увы, не поставишь. На нижней грани видим перфорацию основного динамика, разъем USB Type-C и отверстие для разговорного микрофона. Сзади расположился тройной модуль основной камеры, то есть основная, стандартная, широкоугольная и зум-объектив. Двойная светодиона вспышка, ну и ближе к нижней части логотип компании Xiaomi с различной ненужной информацией. Задняя крышка у нас смартфона выполнена из ударопрочного стекла, Gorilla Glass 5-го поколения. А вот боковая вирань и сама основа смартфона это у нас металл, и это несомненно хорошо. По габаритам он будет даже покомпактнее Meizu 16H и 16X, такие же имеют габариты, то есть смотрите, как они у нас выглядят оба смартфона. Meizu, конечно, немного симпатичнее, потому как камера по центру смотрится лучше. И плюс камера у Xiaomi выбирает ощутимо, то есть здесь даже чехолы перекрывать не будет. А на Meizu чехол камеру перекрывает, и это несомненно плюс. А теперь давайте спереди посмотрим, какова у нас эстетичная разница. А тут, конечно, капелька, но сказать, что она сильно раздражает, я не могу, то есть смотрится тоже красиво и эстетично. Meizu, конечно, в плане симметрии будет получше. Значит, что сказать по поводу сборки, никаких претензий нет. Похрустывание, прогибание задней крышки, собрано все идеально и хорошо. А, конечно, крышка у нас собирает обчатки пальцев в таком вот стеклянном формате, естественно. Ну, как бы протирать тряпочки, наверное, устанете. Но в чехле, как бы, такой проблем у вас не будет. В любом случае, внешний вид и сборка у него отличные, тут претензий нет. Смартфон работает под управлением фирменной прошивки MIUI 10.2 на базе девятого андроида. Кстати, одно обновление я уже получил, то есть прошивка у нас глобальная, с поддержкой беспроводных обновлений, само собой, разумеется. Перевод на русский тоже, естественно, на стопроцентный. А, значит, что у нас здесь имеется? Wi-Fi монитор есть, NFC также у нас есть. И потом в экране можно менять цифру температуры дисплея. Все, как и всегда, появилась темная тема, то есть такой вот темный режим. Для AMOLED дисплей это очень хорошо, то есть батарея у вас садится будет медленнее. Это, несомненно, плюс. Ну и тут различная разблокировка двинным тапом. Все, как и всегда. В безграничном экране можно переключиться на наэкранные сенсорные кнопки, но управление жестами, как по мне, будет поудобнее. И в расширенных настройках тут куча всяких прибамбасов управления одной рукой. Различные жесты, кнопки можно настроить под себя. То есть функционал у MIUI очень и очень большой. В этом плане все у нас замечательно. Значит, лаунчер работает шустренько, никаких подтормаживаний нет. С этой стороны лента новостей. Давайте быстренько ее уберем. Как обычно, заходим сюда в настройки. Еще лента виджетов. Убрать, отключить. Вот таким вот образом все у нас отключается. Верхняя шторка выглядит таким вот привычным образом. Интерфейс прошивочки тоже работает шустренько, никаких подтормаживаний нет. То есть все запускается, все читается. Открываем любую статью. Все моментально грузится. То есть все у нас здесь в этом плане просто замечательно. Никаких претензий в плане подтормаживающей прошивки тут и быть не может. То есть видно, что действительно интерфейс очень шустрый. В любом случае, по программно-оставляющей у нас здесь никаких проблем нет. Google сервисы все предустановлены. Единственный дочет, я здесь FM-радио не нашел. А так в остальном все отлично и без каких-либо глюков. Проверим работу сканера. Отпечатка пальцев в экране. Вы знаете, технологии уже отработали довольно-таки хорошо. То есть видите, процент попадания, скорость распознавания очень даже хороший. То есть мне сканер в экране здесь понравился. Функция Face ID тоже отрабатывает исправно. То есть пользоваться ей можно без проблем. Работая смартфон под управлением процессора Snapdragon 712. Это по сути тот же самый 710, просто тактовая частота у него немножко повышенная. Графический чип Adreno 616. Разрешение у нас здесь Full HD+. Оперативной памяти у нас здесь 6 гигабайт скоростная LPDDR4X. Постоянной памяти у меня 64, но также есть версия на 128, тоже скоростная UFC 2.1. И модуль NFC у нас здесь имеется. То есть все в порядке, поддержка Google Pay, все есть. Никаких проблем у вас возникать не будет. Теперь в Antutu набирает наш телефон 179 тысяч баллов. Для сравнения вот вам 710 Meizu 16X результаты и 16H 845 Snapdragon. Чтобы вы понимали разницу. То есть 845, конечно, существенно вырывается вперед. Geekbench смотрим результаты и 3DMark. Ну, в любом случае, показатели очень даже хорошие. То есть все у нас в порядке. Этот процессор справляется с тестами очень замечательно. Мультитач на дискасании. Сенсор более чем отзывчивый. Датчики приближения. Магнитный сенсор, то есть компас, гироскоп. Все в порядке. Датчик приближения, кстати, здесь какой-то ультразвуковой. Работает по своей технологии. Но когда набирал звонки, всегда отрабатывал он без проблем. А вот датчика HOLO, к сожалению, нет. То есть и тут у нас немножко не доработали. Ну, да ладно. Не особо как бы он для многих важен. Функция OTG работает без проблем. Подключаем периферию. Отлично. Bluetooth версии 5.0. Тоже через три стены пробивал без проблем. Теперь давайте подключаемся к Wi-Fi. Павел у меня находится за четырьмя стенами. Далеко. Давай теперь вот Елена за тремя. Получше показатели. И Павел плюс за одной. То есть видите, показатели очень хорошие. Поддержка полосы в 5 Гц у нас здесь тоже имеется. Теперь давайте остановимся на экране. Экран у нас матрица OLED. Все отлично. Углы обзора замечательные. Ну, экран видно, что классно. То есть и по плотности пикселей никаких претензий нет. И вот по насыщенности. И черный глубокий цвет. Лично я, конечно, ну, мне больше нравится именно AMOLED дисплей. Поэтому мне вот такие дисплеи больше нравятся. Максимальный, минимальный порог яркости комфортный. Ночью можно пользоваться. И при ярком солнце никаких претензий нет. И давайте для сравнения посмотрим на Meizu 16H. Ну, как-то вот на Meizu понасыщеннее. Понасыщеннее. То есть мне кажется, может быть, конечно, яркость поставил я разную. Хотя вроде бы как бы одинаково. То есть, ну, все-таки экран, наверное, на Meizu будет немножко подороже. Поэтому он, мне кажется, здесь более качественный. Но в любом случае, как бы эту разницу вы видите только вот так вот. Если будете сопоставлять лоб в лоб. То есть в любом случае оба экрана годны. И если вы являетесь приверженцем экрана AMOLED, то данный смартфон вам подойдет очень даже хорошо. Телефон работает во всех необходимых сетях и поддерживает все необходимые бенды. Если берете в глобальной версии, в китайской DDoS Band у вас поддержки, само собой, не будет. Качество разговорной динамики и микрофона отличное. Я и мой собеседник друг друга слышали отчетливо. Проблем с потерей сигнала не возникало. Также хотелось бы выделить его необычную вибрацию. Такая вот она немного пружинистая. Я бы так вот ее характеризовал. Звучание в наушниках тоже годное. Есть поддержка IPTX, HDi 5X. То есть, имея данные наушники, сможете в полной мере насладиться качественным звуком. Давайте проверим звук внешнего динамика. Для сравнения Meizu 16H. Ну, что сказать. Ну, во-первых, конечно, у Meizu идет стереозвук. То есть, здесь задействуются два динамика, и поэтому звук здесь более объемный. Но сказать, что прямо-таки намного хуже здесь динамик. Мне кажется, он даже вот со мной немного погромче. Нет такой объемности, но он качественный. То есть, низкий, высокий, средний присутствует хорошо. Подхрипываний нет. В общем, внешний динамик, как по мне, здесь тоже качественный. Давайте произведем GPS-ц нашего смартфона. На улице у нас сегодня ясная, солнечная погода. Как обычно, снимаем рядом с балконом. Значит, спутники ловят он замечательно. Есть поддержка GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Значит, на ярком солнце, как видите, тоже показывает себе экран замечательно. То есть, пользоваться можно им без проблем. С играми у него ситуация очень замечательная. То есть, практически все игры будут играть на максимальных настройках графики. То есть, Асфальт 9 на максималочках, Танки на максималочках комфортные идут. ПАПХ максимальное значение графики не выставляется, выставляются высокие. Как и в 710-м смдрегоне. Там, к примеру, Meizu 16H тем же. То разница, к примеру, в папку вы увидите. То есть, там папка на максималочках идет. Ну, а так, по сути, большего разницы вы не увидите. То есть, абсолютно все игры сейчас будут идти у вас на максимальных значениях графики. На таких вот максимально высоких. И все у вас будет отлично. Запаса, конечно, игрового, как на 845-м смдрегоне, на год, конечно, наверное, не будет. Но, в любом случае, мне кажется, и эти показатели очень даже хорошие. При этом нагрев корпуса у него едва ощутимый. То есть, я дискомфорта не испытывал. Очень даже хорошо. Процессор креется тоже в пределах допустимой нормы. То есть, и с играми, и с нагревом у него ситуация отличная. Проверим яркость нашего фонарика. Как видите, все в порядке. Два светодиода справляются очень даже хорошо. Теперь по поводу камеры. У нас здесь три модуля камеры. Основная на 48 мегапикселей. Дополнительная у нас широкоугольная на 13. И зум-объектив на 8 мегапикселей. Данная связка позволяет делать действительно очень даже хорошие снимки. Значит, по поводу функционала давайте. Ночной режим есть, панорама, ручные настройки. В ручных настройках можно выбирать режим 48 мегапикселей. Но, как многие уже знают, режим этот будет делать снимки с худшим качеством. Портретный режим. Кстати, в портретном режиме можно выбирать либо на стандартный объектив делать, то есть в полный рост снимки с размытием заднего фона, либо на зум-объектив, то есть портретный режим тоже. И можно, кстати, размывать задний фон непосредственно уже во время съемки, либо после. То есть это тоже хорошо. Степень интенсивности размытия заднего фона. Значит, основная камера. Вот здесь включается широкоугольный объектив. Широкоугольный объектив, я считаю, это очень нужная вещь сейчас. То есть фотографировать там большие компании, либо архитектуру с помощью него можно. Это тоже несомненный плюс. Запись видео в slow-mo у нас разрешение. В Full HD при 120 кадрах в секунду. И в HD при 960 кадрах в секунду. То есть тоже хорошо. То есть супер замедленная съемка. В общем, в принципе, по функционалу здесь реально очень много всяких плюшек и фишек. И это, несомненно, радует. Значит, основной сенсор у нас здесь уже, в принципе, изведанный. На Honor View 20 он был. На Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Значит, могу сказать, что он фотографирует хорошо. Действительно, годно. Но если сравнивать его с AMX 380, как на Meizu 16H 16X, то там все-таки сенсор будет получше. Особенно если в ночных сценах фотографировать. То есть AMX 380, я считаю, что это более лучшее решение. Но учтите, что там нет широкоугольной камеры. А здесь есть. То есть видите, в чем-то преимущество, в чем-то недостатки. Фронтальная камера на 20 Мп. Режим HDR есть. Фотографируют тоже годно. Все в порядке. В общем, связка камер тут реально годная. Одна из лучших, но не самая лучшая. Также сюда можно поставить Google камеру. Но в Google камере не будет работать широкоугольный объектив. Снимки с Google камеры, может быть, самую малость получше. Но при ночных сценах, при дневных сценах, мне больше нравится, как сток фотографируют. Ну а там далее смотрите примеры фото и видео в сравнении с другими смартфонами. И оценивайте все сами. Произведем тест камеры нашего смартфона. С записью видео производится в Full HD разрешении. Но 4K само собой у нас поддерживается. Фокусировочка автоматическая. Все в порядке. Быстренько отрабатывает. Значит, стабилизация присутствует только при Full HD разрешении. При 4K, к сожалению, она не работает. Ну что поделаешь. Немного, конечно, тут. Хотелось бы, конечно, при 4K. Ладно, цифровой зум 8 раз. Знаете, чего не хватает? Чтобы можно было во время видеозаписи переключаться между объективами. То есть на широкоугольный я не могу сейчас переключиться. И тут немножко недочет. Но в любом случае, качество видеозаписи на основной объектив очень даже годное. Теперь давайте проверим запись видео при недостатке. Свещение, кстати, сейчас я снимаю уже в 4K. Автофокус, как видите, моментальный. Дальний объект съемки. Частоты кадров хватает. В полной темноте тоже с частотой кадров все у нас хорошо. Так, ну и так, фокус уже, видите, тяжело ему ловить. Уже тяжело, лучше тапом по экрану. Ну и напоследок, запись видео со вспышкой. Яркости у нас более чем достаточно. Частоты кадров хватает. Примакросъемки пересвет экспедиции нет. Фокус определяет быстро. КОНЕЦ! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok